У меня образовалась некоторая пауза в моей работе, так как я сейчас простужен и не могу интенсивно заниматься своим блогом, но все же не хочется слишком отставать от жизни, и поэтому сегодня вот я нашел интересную небольшую заметку Матвея Гонопольского, я очень уважаю этого журналиста и хотел бы поделиться ею с вами. Россия заявляет, что санкции Запада ей нипочем. Они действительно ей нипочем, пока течет нефть, пока шипит газ, санкции действительно нипочем. Почти. Потому что если кто-то найдет подтверждение словам Медведева, что санкции благотворно подействовали на Россию, что они стимулировали собственное производство, что они освободили место на товарных полках для отечественного производителя, которого душил проклятый Запад, то все присутствующие в зале пожелают России счастья и дальнейшего процветания. И тут я даже спорить не буду по поводу санкций, пусть россияне сами определяют свою жизнь и сами выбирают своих руководителей. Но говорить, что российского кандидата в руководители Интерпола Александра Прокопчука не выбрали из-за каких-то санкций, это неправда. Нет санкций, в которых было бы написано, что они распространяются на россиянина в Интерполе. Тут все ужаснее. Когда Песков говорит, что во время выборов было беспрецедентное давление и вмешательство, я с ним абсолютно согласен и напомню, что когда зашел разговор о Прокопчуке, то немедленно начала создаваться настоящая антироссийская коалиция. Украина и Литва заявили, что если изберут Прокопчука, то они приостановят свое членство в Интерполе, а американские сенаторы призвали не допустить избрания россиянина. Думается, что если бы его избрали, то работа Интерпола была бы практически блокирована. Страны, критически относящиеся к России, заявили бы, что Прокопчук проталкивает к розыску выгодных России людей и препятствует поимке тех, кого поймать для Москвы невыгодно. И неважно, выполнял ли бы Прокопчук прямые указки Кремля, все считали его фигурой паленой. Тут уместно по-одесски спросить, а оно Интерполу надо? Ответ на поверхности, конечно же, нет. Вот почему Прокопчук не прошел. Так вот, обратим внимание, что санкций не было, но Песков говорит о беспрецедентном давлении. Так откуда оно? Оно от такой шутки, которую Россия презирает и не желает иметь с ней дело? Называется эта шутка «Международное общественное мнение». И это международное общественное мнение становится все сильнее, ибо Россия, как ни крути, пока что входит в кучу международных организаций. А там, как ни крути, полно стран, которые путинскую Россию откровенно презирают и будут делать все, чтобы ее гибридные заморочки не прошли. История с Интерполом для этой, назовем ее так, антироссийской коалиции крайне важна. Опробована ее сила, и она выиграла. «Думается, что консолидированные антироссийские шаги будут все активнее. Россия из-за Путина радиоактивна, ее никто не боится, а крики по зомбоящику Запад не интересует. Крым, конечно, наш, но для России остальной мир явно становится не нашим. Но это уже проблема граждан России» – Матвей Гонопольский. Если кто не в курсе, то выбирался глава Интерпола, и со стороны России была представлена кандидатура Александра Прокопчука. Он российский государственный деятель, начальник национального центра бюро Интерпола. Тогда об этом было сказано, в Англии поднялся настоящий шум, но потому что буквально недавно на ее территории был совершен террористический акт со стороны российских шпионов. И несколько дней англичане трубили в трубы, дескать, нельзя ни в коем случае пропустить на главу Интерпола российского представителя. Ну, естественно, многие страны поддержали, и кандидат Прокопчук пролетел, как говорится, с шумом. Вот на это и была реакция Пескова, когда он назвал чуть ли не выборы поддельными, давление беспрецедентным, ну и, конечно же, это запланированной акцией против России. На самом же деле, комментаторы и эксперты говорят о том, что в интернациональном сообществе собирается, как назвал Матвей Гонопольский, некая антироссийская коалиция, которая нигде и ни за что не пропустит российского кандидата. Просто потому, что репутация России подмочена, и никто не готов мириться с россиянами ни на каких постах.